Докладчик у нас Лариса Владимировна Санникова, доктор ведущих наук, профессор, профессор Российской Академии Наук, руководитель Центра правовых исследований цифровых технологий Государства Академического Университета Буманитарных Наук. Это очень интересный доклад. Основные тенденции правового регулирования цифровых рынков в России, в Европейском Союзе и Китае. Здравствуйте, коллеги. Я как раз сейчас пытаюсь поделиться своей презентацией. Но прежде всего я хочу поблагодарить за приглашение. Я очень рада принять участие в таком представительном форуме. было очень много интересных докладов, и предыдущий доклад не стал исключением. И сегодня мы пойдем, обычно мы идем от общего к частному, здесь мы пойдем от частного к общему, потому что многие идеи, которые высказывал Алексей Александрович, в общем-то, они нашли отражение и в моей презентации, и в моем докладе. Но прежде всего я хотела бы вернуться к дискуссии о роли права в цифровую эпоху. В действительности появление, я бы сказала, даже не появление, а активное внедрение цифровых технологий в юридическую действительность привело к появлению концепции, что право будет заменено компьютерным кодом. И код, собственно говоря, все программисты отмечают, говорят, ну у вас же нормы права сформулированы как код, если что-то, то то-то. И, конечно, эта концепция профессора Лесига получила очень широкое распространение во всем мире и заставила юристов ломать копья, понадобится ли все-таки закон в его традиционном виде. Здесь я бы даже сказала не о том, что нужны ли специальные законы, а именно закон в традиционном виде, либо это действительно все заменит компьютерные программы, и мы, так сказать, будем жить в такую эпоху перемен. Противоположная точка зрения заключается в том, что действительно закон является универсальным регулятором общественных отношений, и он регулирует отношения между людьми. Отношения между людьми, они не зависят от тех технических средств, которые мы используем. Я бы обратила внимание, что все-таки ни та, ни другая точка зрения, она не отрицает необходимость нового законодательства, но оно принципиально меняет сам подход. То есть, либо нам новые нормы поведения будут диктовать код, а, соответственно, программисты, как сейчас делают бигтех-компании, либо все-таки общество на основе консенсуса договорится о том, как использовать цифровые технологии. Мне кажется, соль вот этой дискуссии, она именно в этом. Не в том, что нужны ли новые законы. Они, конечно, нужны, потому что развиваются технические средства, развиваются новые сферы, развиваются общественные отношения. Но что должно главенствовать? Закон или все-таки программа? Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что все страны, по сути, в той или иной степени приняли свою стратегию регулирования цифровой среды. И здесь, конечно, отличается Европейский Союз, потому что Европейский Союз сразу стал на пути вырабатывания единой стратегии. И можно понять, потому что в законодательной деятельности Европейского Союза всегда звучит вот эта идея объединения всех стран, создания некого единого законодательства, которое бы потом развивалось в национальном законодательстве стран ЕС. И на сегодняшний день девиз ЕС заключается в том, что Европа должна отвечать требованиям цифровой эпохи. Причем акцент делается на то, чтобы цифровые технологии расширяли возможности людей с использованием новых технологий. То есть все-таки акцент делается именно на человеке, которому цифровые технологии должны помогать. Интересен в этом плане подход Китая. Нужно сказать, что Китай в целом с 2014 года делает акцент на усилении роли права в управлении, так скажем, страной. В цифровой сфере это было недостаточно заметно, потому что мы все знаем, Китай очень активно внедрял цифровые технологии без какого-либо правового регулирования. И с одной стороны это позволило добиться, достичь достаточно высоких показателей. Мы знаем, что Китай сумел построить, так сказать, дать среду, не построить, дать среду для цифровых единорогов, а либо бы в частности. С другой стороны, государство усилило контроль за гражданами, и не всегда этот контроль самими гражданами воспринимается только в негативной коннотации, как любят о Китае говорить зарубежные коллеги. Тем не менее, с 2020 года в таком общем плане построения верховенства закона в Китае особый акцент был сделан на регулирование цифровой среды. И за последний год было принято достаточно большое количество законов, которые эту сферу регулируют. О них я скажу чуть позже. Ну и в Российской Федерации акцент был сделан именно на экономику. У нас принято национальный проект цифровая экономика, в рамках которого федеральный проект нормативное регулирование цифровой среды предполагал принятие ряда законов. Как мы видим, все технологичные державы все-таки столкнулись с вызовом. С одной стороны, законодательство должно не препятствовать развитию технологий. С другой стороны, все-таки законодательство должно защищать интересы как государства, так и его граждан при применении цифровых технологий. Найти баланс вот в такой дилемме, конечно, достаточно сложно. И поэтому здесь очень важно, как подходят страны к регулированию. Остановимся более конкретно на тех странах, которые я перечислила. В Европейском Союзе направления цифровой стратегии охватывают достаточно большой перечень вопросов, не все из которых подлежат правовому регулированию. То есть в настоящее время была принята общая цифровая стратегия. Были намечены те точки, которые необходимы для акцентирования внимания при внедрении технологий. И многие из них получили соответствующее правовое решение, правовую базу, правовую основу. Прежде всего, сейчас обсуждается закон об искусственном интеллекте. И этот закон предполагает необходимость создания доверительной среды в отношении искусственного интеллекта. Мы уже все видим, что искусственный интеллект несет не только преимущества, но и риски и опасности. И как раз закон призван урегулировать эти риски. Причем я хочу подчеркнуть о том, что здесь речь идет все-таки не о кодексе этики, а именно о нормативном регулировании. И опять же, сейчас, пока идет это обсуждение, высказываются разные точки зрения по поводу того, что некоторые исследователи говорят, что ЕС своим законодательством тормозит у себя развитие технологий и пропускает вперед Китай, Россию, которые не регулируют эту правовую сферу, хотя это не совсем так. Но, с другой стороны, была интересная информация о том, что программисты из Силиконовой долины, они считают, что подход Европейского Союза в области регулирования искусственного интеллекта именно через закон, он совершенно верный, и именно этот подход будет способствовать дальнейшему развитию данной технологии. Важное значение имеет также европейская стратегия в области защиты данных. И вы знаете, что общее положение о защите данных GDPR является образцом для многих стран и обеспечивает наиболее полную, широкую защиту граждан. И многие участники цифровых рынков, они все-таки используют это положение в своей повседневной деятельности, чтобы избежать возможных рисков перед ЕС. Ну и непосредственно к цифровым рынкам относятся два закона, которые, опять же, обсуждаются их объединения. Это закон о цифровых рынках и закон о цифровых услугах, которые как раз направлены на регулирование цифровой среды, цели защиты прав участников этих рынков, в том числе и прав потребителей. Важное внимание уделяется кибербезопасности, и в этой сфере действуют законы кибербезопасности, и также европейской цифровой идентичности, созданию особого идентификатора для граждан Евросоюза, который бы позволил им, не раскрывая полностью каждый раз свои данные, тем не менее, пользоваться цифровыми услугами в различных сферах. Таким образом мы видим, что ЕС на сегодняшний день является лидером по созданию наиболее обширной правового поля для регулирования цифровой среды. И в настоящее время, наверное, все-таки, если мы говорим о правах граждан, то они в большей степени защищены именно в Европейском Союзе. То есть особый акцент делается именно на защите прав граждан. При этом, с другой стороны, критики такого подхода отмечают, что в ЕС нет ни одного такого цифрового гиганта, как в США, в Китае, ну и, можно сказать, в России, хотя все-таки цифры здесь несопоставимы, и тем не менее. И законодательство европейское тормозит развитие цифровых технологий и их внедрение. Ну, я только обозначу эту дискуссию, потому что, видимо, только время может расставить точки над «и» и показать, насколько подход ЕС был прав. На мой взгляд, пока мы можем говорить о достаточно таком устойчивом применении GDPR, и все-таки этот подход к такому жесткому достаточно регулированию в этой сфере дает свои результаты. Наверное, менее у нас известно о том, как строят свою политику в области цифры Китай, потому что нельзя сказать о последовательной политике Китая в этой сфере. Все мы наблюдаем за дискуссией по поводу майнинга криптовалют, то есть Китай, можно сказать, шел в авангарде криптовалюты, по сути, весь криптовалютный майнинговый бизнес был в Китае, и в этом году Китай предпринял ряд мер сначала по запрету майнинга, а сейчас и по запрету всех транзакций с криптовалютами. Тем не менее, в программе, которая предполагает в плане внедрения верховенства права в Китае, предполагается законодательное регулирование новых технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления. И это является одним из направлений построения умного государства в условиях верховенства закона, о чем провозгласил, так скажем, Цзэмпинь в своих мыслях о верховенстве права. А второе очень важное направление – это внедрение цифровых технологий в систему управления государством через такие программы, как умный суд и социальная кредитная система. Но нужно сказать, что второе направление, которое предполагает внедрение цифровых технологий, уже это реализовано. И мы видим, что в условиях пандемии в Китае такие технологии позволили перейти без каких-то потерь в онлайн-режим. Более того, на платформе Алибабы реализованы онлайн-суды, которые разбирают споры, именно связанные с электронной коммерцией. Ну и социальная кредитная система, она, конечно, подвергается достаточно жесткой критике, особенно со стороны правозащитников зарубежных стран, западных, прежде всего, стран. Нужно сказать, что кредитные системы в той или иной сфере, в той или иной мере, я бы так сказала, существуют во всех странах, потому что кредитные рейтинги, как мы знаем, они важны и в США, где даже рекомендуют взять кредит, его быстро, своевременно оплатить, и тем самым показать, что вам можно доверять, и в дальнейшем вы можете получить кредиты. Другое дело, что в большинстве стран кредитные системы используются только для оценки платежеспособности, лица в Китае же пошли дальше и пытаются оценить это в рамках, оценить лояльность, наверное, гражданина, его законопослушность и за рамками платежной дисциплины. Нужно сказать, что все эти направления, они реализовываются в цифровом законодательстве Китая, и в некоторых сферах Китай стал, так скажем, законодателем МОД, можно выразиться так. Прежде всего, я хочу обратить внимание на то, что Китай осознал необходимость большей защиты данных, и в этой сфере был принят не один закон, а ряд законов, которые, собственно говоря, создают такую правовую базу для защиты данных. Первым был принят закон о кибербезопасности, а вот два остальных закона, закон о безопасности данных и закон о защите личной информации, они были приняты в этом году. И закон о защите личной информации, он во многом повторяет европейский GDPR. Вторым важным таким документом является антимонопольное руководство для платформенной экономики. Нужно сказать, что это первое в мире акт такого рода, который сфокусирован именно на регулировании, антимонопольном регулировании онлайн-платформ. В октябре этого года в Казани прошла конференция федеральной антимонопольной службы, на которой активно обсуждалась необходимость пятого пакета антимонопольного ведомства, в котором как раз предполагается регулирование платформенной экономики. Но большинство участников конференции обращали внимание на невозможность выработки неких единых правил для онлайн-платформ разного вида. Вот китайские наши коллеги сделали это, и нам остается только изучать практику их применения, но учитывая их настойчивость в борьбе с американскими цифровыми гигантами, ну и собственной цифровой платформой Alibaba, нужно сказать, что, видимо, здесь будут и такие же результаты. Кроме того, в этом году были приняты этические нормы для искусственного интеллекта нового поколения. Они также... Основная идея этих этических норм, что все-таки использование, внедрение использования искусственного интеллекта должно быть под контролем человека. Я думаю, что это вполне соответствует тем стандартам, которые сейчас закладываются во всех странах. Ну и я не могу обойти, так сказать, стороной создания цифрового юаня. И обратной стороной это стало ужесточение политики и выдавливание криптовалют с поля, с рынка, цифрового рынка Китая. Нужно сказать, что Китай только в этом году, я еще раз подчеркиваю, принял большинство из перечисленных мною законов, поэтому трудно говорить, как они окажут дальнейшее влияние на внедрение и использование цифровых технологий, но тем не менее эта тенденция показательна, что все-таки Китай осознает необходимость более четкого, жесткого регулирования этой сферы для защиты как своих суверенных интересов, так и интересов граждан. Ну и в России я, наверное, не буду так глубоко и детально останавливаться. Я просто напомню, что у нас федеральный проект нормативное регулирование цифровой среды посвящено регулированию отношений возникающих в связи с цифровизацией экономики. Нужно сказать, что паспорт федерального проекта содержит около 30 задач. Причем это не какие-то глобальные задачи, которые мы видим в ЕС, а все-таки мы должны признать, что это более мелкие задачи, различные по своему, так сказать, наполнению, содержанию и звучанию. И этот паспорт, он тоже меняется. Поэтому я перейду скорее не к этим задачам, к описанию всех 30, а все-таки, а что было сделано? Что мы можем сказать, какую правовую базу за эти годы создали в России? Ну, прежде всего, обратим внимание на законодательство о защите данных. У нас есть два закона, которые в этой сфере действуют. Достаточно большой шаг вперед был сделан в области законодательства, в области финансовых технологий. Прежде всего, конечно, это закон о цифровых финансовых активах. Для внедрения цифровых технологий у нас был принят закон об экспериментальных правовых режимах, которые позволяют апробировать новые цифровые технологии. И недавно был подписан кодекс этики искусственного интеллекта и принято правительством концепция развития технологий машиночитаемого права. Что касается России, здесь мы видим следующее. Законы у нас принимаются, но эти законы, их эффективность очень низка по самым разным причинам. Если мы говорим о защите данных, то каждый день мы слышим об утечке данных из крупных корпораций, из банков, из государственных каких-то баз и так далее. И прежде всего, это обусловлено тем, что данный закон, он, в общем-то, скорее носит декларативный характер. И те имущественные последствия, которые предусмотрены за утечку данных, они настолько малы, что никого, с одной стороны, не останавливают, с другой стороны, не дают повода для проведения действительно широкомасштабных расследований, привлечения к ответственности и так далее. То же самое можно сказать о законодательстве в области финансовых технологий. Были приняты законы, но как и цифровые права, так и закон о цифровых финансовых активах, по сути, это не работающие пока мертвые законы, мы не видим такого активного взаимодействия. И какое влияние окажет кодекс этики искусственного интеллекта, нам пока тоже сложно прогнозировать, потому что у нас искусственный интеллект внедряется под контролем государственных корпораций, и именно они стали основными участниками, поэтому здесь этот кодекс тоже вряд ли будет играть важную регуляторную роль. Ну и концепция развития технологий машиночитаемого права, несмотря на то, что там правильно все заложено, и концепция, как мы знаем, очень часто у нас меняется в результате применения и принятия конкретных законодательных актов. В целом, вот такой обзор показывает, что сама идея о том, что право становится не нужным в цифровую эпоху, в общем-то, оно не находит своего подтверждения. И я на примере смарт-контрактов предыдущего оратора хочу подчеркнуть. Вот мы узнали о смарт-контрактах, ну не узнали о смарт-контрактах, но самая известная такая статья о смарт-контрактах называлась «Договорное право 2.0». Но обратите внимание, смарт-контракты применяются только на базе блокчейна, только на базе эфириума по сути сейчас. И, соответственно, в других сферах применения смарт-контрактов оно ограничено. Поэтому говорить о том, что все договорное право, оно будет подчинено смарт-контрактам, вряд ли или как-то переформатируют, вряд ли это возможно. Тем не менее, необходимость в новых законодательных актах ни у кого не вызывает сомнения, потому что цифровые технологии должны следовать все-таки определенным, их внедрение должно сопровождаться определенным консенсусом в обществе. И в связи с этим каждая страна демонстрирует свою стратегию. Я еще раз хочу вот это подчеркнуть, что все-таки ЕС делает акцент на защиту граждан, на то, чтобы гражданам, бизнесу, правительству обеспечить контроль над цифровой трансформацией. Китай пытается создать правовое государство, предоставляя именно государству все возможности по внедрению и надзору за цифровыми технологиями. Россия пока говорит о создании цифровой экономики, точечно внедряя, обеспечивая те или иные, не только, конечно, правовые, но и организационные условия, не имея какой-то, на мой взгляд, общей, концептуальной рамки, стратегии. Ну, я не могу не сказать, что у нас все-таки цифровые технологии отданы на откуп госкорпорациям, а мы знаем, что госкорпорации все-таки действуют в неконкурентной среде, и они, ну, скажем так, не всегда заинтересованы во внедрении новых каких-то цифровых технологий, хотя некоторые цифровые корпорации, например, как и Сбербанк, демонстрируют, наоборот, здесь агрессивную политику в этой сфере. Ну, и как мы видим, что в настоящий момент, я подчеркну именно момент, основные приоритеты в развитии так называемого цифрового законодательства лежат в сфере защиты данных и правил использования искусственного интеллекта. Это две такие болевые точки, которые представляют основные угрозы для граждан, для бизнеса и, соответственно, и для правительств стран. Я думаю, что именно в этих сферах в дальнейшем будет совершенствоваться законодательство. Большое спасибо за внимание, я буду рада ответить на вопросы, и если кто-то действительно захочет лично связаться, то я также оставляю свои координаты. Спасибо. Большое спасибо, Лариса Владимировна, за ваш доклад. У нас тут целая куча вопросов. Ладно, начнем дальше с вопросов слушателей. Так, вопрос. Насколько сильным должно быть влияние публичного регулирования в цифровой среде? Вот это как раз о том, что я пыталась сказать в своем докладе. Пока никто не может этого сказать, потому что та концепция, когда мы говорили, что будет некая криптосреда, которая сама себя урегулирует, это говорили, вот криптосообщество, где действуют смарт-контракты, и эта среда будет сама себя регулировать, мы все увидели, что так это не работает. И это, в частности, вот возвращаясь к теме, опять же, смарт-контрактов, показал DAO Ethereum, первая DAO, децентрализованная автономная организация, где хакер, как вы знаете, нашел, так сказать, лазейку и украл деньги. И когда организаторы DAO собрались и сказали, что мы сделаем откат в системе и вернем деньги, то многие не согласились с этим, потому что они сказали, ну как, у нас же неизменяемая система. Блокчейн строится на неизменяемости. Если вы меняете, да, это технически возможно, но вы подрываете доверие к блокчейну. Но, как мы видим, вот такая психология, она характерна именно для криптоэнтузиастов, а люди более, так сказать, традиционных взглядов все-таки отдают предпочтению праву в его традиционном понимании. Поэтому, к сожалению, на мой взгляд, все страны приходят к тому, что публичная власть будет все-таки контролировать и вот эту цифровую среду, насколько это возможно, и устанавливать свои правила. Эта власть будет, скорее всего, только расти. От себя задам сразу вопрос. А вы не считаете, что, может быть, там нужен какой-нибудь, не знаю, международный акт, какое-то международное вмешательство, чтобы вот такую общую конвенцию какую-нибудь сделать? Сейчас, на мой взгляд, идет накопление опыта. То есть все страны, я вот здесь не сказала США, но просто еще если США, то это надо часовой доклад делать. Но вы посмотрите, в США очень много, масса интересных законов в каждом штате. Они не принимают федеральные законы, на мой взгляд, именно потому, что они опробируют это на законодательстве штатов и потом лучшие практики, они, скорее всего, будут обобщать, потому что у них были попытки внесения законов о криптовалютах, но они были раскритикованы. То есть, на мой взгляд, сейчас идет накопление опыта, и когда будет вот это осознание необходимости консолидации, оно уже приходит сначала на уровне налогов на цифровые компании, а потом мы сейчас видим уже сотрудничество России и США в области кибербезопасности, то, скорее всего, конечно, нормативное международное правовое регулирование будет создано. Пока слишком рано, пока ни рынок, ни законодатели не готовы к этому. Так, все, спасибо. Так, здесь у нас еще вопрос касательно, видимо, искусственного интеллекта. Здравствуйте, как вы считаете, а нужно ли вообще регулировать искусственный интеллект и в каких аспектах, если да? На мой взгляд, сейчас очень много обсуждений идет искусственного интеллекта, и очень много мы повторяем то, что было сказано исследованиями в области этики 60-х годов. То есть мы как бы возвращаемся к дискуссии, просто юристы тогда это не обсуждали, им казалось это, им кажется, что все это новое. Но самая большая проблема, которая не всегда озвучивается, хотя она тоже озвучивается, это мы должны признать, что искусственный интеллект делает ошибки. Это ошибки могут быть, когда мы говорим, например, ну, я чисто на примере о дискриминации искусственного интеллекта, ведь это не вопрос дискриминации, как такого намеренного какого-то акта. Это вопрос ошибки искусственного интеллекта, который идет из ошибочного машинного обучения. То есть машинное обучение было не совсем корректным, искусственный интеллект делает эту ошибку. И теперь вопрос, кто за эту ошибку отвечает? И как эту ошибку исправлять? Вот, к сожалению, вот этого акцента я не вижу, потому что мы можем говорить о том, обычно рассматриваются частности, например, кого искусственный интеллект, там, роботизированной машины выберет, чтобы, если будет авария, у кого он будет сбивать, там, молодого мужчину или женщину с коляской и так далее. Но мы же сейчас видим, что искусственный интеллект не пошел, в общем-то, ну, робототехника – это отдельная сфера, но мы видим массу применения искусственного интеллекта в нашей повседневной жизни. И мы видим массу ошибок. И мы пока не знаем, как быстро исправить эти ошибки. Вот в чем основная проблема. А если мы учитываем, что искусственный интеллект, например, применяется сейчас активно в медицинской сфере, то есть искусственный интеллект поставил неправильный диагноз человеку, у него из-за этого рушится жизнь. Дальше мы выясняем, и как мы эту ошибку исправляем. Кто за эту ошибку будет нести юридическую ответственность? Как мы будем возмещать человеку вред, который этим причинен? Вот эти вопросы, они очень важны, причем во всех сферах. Например, сейчас искусственный интеллект очень активно внедряется в область корпоративного управления, и, соответственно, тоже возникает вопрос, кто перед акционерами, как будет нести ответственность менеджмент. Мне кажется, это главная на сегодняшний день проблемная сфера искусственного интеллекта, которая пока раздроблена на кусочки и так и решается. Спасибо большое. У нас осталось два вопросика, смотрю. Здесь чувствуется, представители рыночной экономики, походу, подошли. Можно ли считать нормальным для рынка выдавливание с него криптовалюты? Ну, я сразу скажу, что я являюсь вообще, как я всегда немного так говорю, криптопанком, потому что я за саморегулирование, я за криптовалюты. Я считаю, что публичные блокчейны дают шанс человечеству вырваться из этой централизованной власти. Поэтому, конечно, на мой взгляд, действия властей, которые пытаются выдавить криптовалюты, они показывают все-таки такой ограниченный подход. И на мой взгляд, это ни к чему такому позитивному не приведет, потому что криптовалюты, понимаете как, у нас негативное отношение к криптовалютам пытаются обосновывать тем, что есть криптовалюта, а есть цифровые активы. Но мы все знаем, что есть просто криптоактивы. И когда вы приходите на CoinDesk покупать их, вы не смотрите, является ли это цифровой валютой, или это токен, и какой он инвестиционный и так далее, вы просто его покупаете. То есть отделить криптовалюты от цифровых активов невозможно. И это уже сказали все исследователи, и я в том числе в монографии цифровые активы правовой анализ. Поэтому, если мы будем искусственно ограничивать сферу применения или запрещать криптовалюты, мы тем самым закроем рынок для вот этих самых цифровых финансовых активов, под которыми мы понимаем новые инвестиционные инструменты. То есть мы просто будем подрывать новую цифровую экономику и новый финансовый рынок. И в этом плане мы уже отстаем, а будем еще сильнее отставать от зарубежных стран, где уже не просто там цифровые финансовые активы, уже и деривативы, вторичные финансовые продукты и так далее. Так что я категорически против вот этой политики запретов. Спасибо. И последний вопрос. В этот раз я чувствую от защитников частной жизни. Добрый день, коллеги. Не будет ли создания этого ЕДИАС, но я полагаю, это идет об этом ОЕАЙДАС, вторжением в частную жизнь? Ну, здесь вопрос такой. Чем больше в одном месте скапливается ОНАС данных, тем больше шансов их утечки. Это позиция всех, скажем так, даже не юристов, а специалистов в области компьютерных наук. И с этим трудно не согласиться. С другой стороны, мы понимаем, что как бы не опасно хранить в браузере, например, наши пароли, но каждый раз на каждый сайт заходить, вспоминать пароли там на бумажке, но это невозможно. Поэтому опять же здесь должен быть тот баланс, который с одной стороны позволяет сделать нашу жизнь удобной, а с другой стороны защищает нас. И защищать нас должны технические средства. А чтобы эти технические средства внедрялись, должны быть хорошие финансовые санкции за вот эти все хакерские взломы и так далее. Понимаете, у нас вот эта вот связка не работает. У нас нет стимула для совершенствования киберзащиты, потому что нет серьезных санкций за нарушение. И в этом большая проблема. Как европейцы с этим справляются? Все-таки у них там выстроена эта система, и штрафы доходят до 20 миллионов евро. А у нас самый большой штраф, я там считала, где-то 180 тысяч евро. Но это несопоставимые понятия, да? И, соответственно, чем, если мы не сможем создать вот эту сбалансированную систему, то, естественно, вот в нашей стране, я считаю, создание этого единого реестра, единой биометрии и так далее, оно грозит очень большими рисками для граждан, и то, что сейчас делается, особенно в Москве, с внедрением биометрии в метро, это, на мой взгляд, это просто преступление, потому что и те люди, которые это используют, они, конечно, очень рискуют. Большое спасибо. Большое спасибо, Владимир. Субтитры создавал DimaTorzok